Сегодняшнее сообщение я хотел бы посвятить продолжению темы, связанной с наукой сознания, но для начала надо было бы припомнить некоторые выводы, которые мы получили в прошлый раз, для того, чтобы двигаться дальше. Наша задача сегодняшняя будет попытаться разобраться с феноменологией духа, потому что феноменология духа является первым вариантом, если так можно сказать, некой науки сознания, но которая не удалась, которая выродилась в науку логики, и вот эту неудачу необходимо будет сегодня попытаться понять, но для этого надо предварительно вспомнить результаты предыдущего доклада, предыдущего сообщения. Ну давайте начнем с того, как возможна философия. Мы говорили о том, что субъект-объектно-различие, а это различие является, как я говорю, парадигмой всякой субъектной философии, а субъектной философией является любая философия нового времени. То есть, собственно, как бы всякая субъектная философия, всякая философия нового времени, получается, имеет парадигму субъект-объектного различия. Но это как бы тривиальный разговор, а нетривиальный состоял в том, что мы усматривали, и как я пытался показать в предыдущем докладе, мы усматривали в этом различие собственно трансцендентальную постановку вопроса. Но для нас сейчас важно обсуждать не в этом направлении, а попытаться еще раз вспомнить, как в этом, как субъект объектном различии понимается место философии. Ну, у нас получается как бы три основных компонента. Первый компонент – это объекты, второй компонент – это акты. Ну, с актами связаны такие вещи, как способности. Ну, и третий компонент, самый главный – это, собственно, субъект. Я в прошлый раз показывал, ну, собственно, это опять же является чем-то достаточно тривиальным, что как раз с объектами связаны частные науки. Частные науки имеют какой-то конкретный объект, ну, или под объектом здесь понимается, в данном случае, когда мы обсуждаем предмет философии, под объектом здесь понимается нечто реальное, либо феномен какой-нибудь, либо сущее. И вот объектами частных, если есть какой-то фиксированный конкретный объект исследования, то за этим объектом исследования выступает какая-нибудь частная отдельная наука. Движения и свойства вещества изучает физика, человеческие организмы изучают несколько наук, ну, допустим, с точки зрения принадлежности этого организма к животному миру вообще биология, с точки зрения принадлежности этого организма обществу социологии, о норме состояния этого организма обсуждают различные науки, связанные с медициной и прочее. То есть, мы имеем, иначе говоря, с точки зрения, если существует дисциплина, которая имеет своим предметом нечто объектное, то это является частной наукой. У нас остаются еще две возможности, это субъекты и акты, или способности. И вот мы говорили о том, что философия как раз, в отличие от частных наук, должна заниматься чем-то, что отличается от объекта. И это что-то, вот, есть прежде всего субъект и его способности. Вот, это первый предмет философии. И второй предмет – это бытие. То есть, бытие отличается от сущего, мы различаем бытие и сущие. И вот, как раз, если сущие или объекты изучают частные науки, то бытием занимается, собственно, философией. Это такое подразделение философии, как антология. Ну, как раз, вот, с бытием связана антология. Ну, и это, возможно, как мы пообсуждали, уже развил Хайдеггер, говоря о некой универсальной феноменологической антологии. Да, и, кстати, надо заметить, на самом деле, что вот этот парадигм субъектной философии в новом времени, она связана с феноменологическим подходом ко всем проблемам. То есть, феноменологическое здесь означает с опорой на опыт. Кроме того, феноменологическое есть еще и другое значение. Но в том смысле, которым здесь мы употребляем, слово феноменологическое, когда обсуждаем возможности философии, то имеется в виду, что вот как раз феноменологическое есть опора на опыт. Когда мы говорим о субъекте и его способностях, то тут возникает такая дисциплина, как некая трансцендентальная философия. Собственно, вот с этой трансцендентальной философией, собственно, и связаны наши чаяния, некоторые возможности развить философию дальше. И мы наблюдали и обсуждали некую корректировку философии Канта, то есть его трансцендентальной философии, с позиции Гегель, когда он, собственно, субъектность или субъекта заменяет теременным сознанием. И таким образом Гегель изменяет трансцендентальную постановку вопроса и делает ее иммунентной. Я объяснял в таком смысле, потому что если субъект относится к объекту и как бы субъект находится как бы вне мира, и вот если вообразить на самом деле, что объект пробегает многообразные... объект принадлежит миру и пробегает многообразные значения, которые он имеет в мире. Ну, если говорить математическим языком, да, можно записать так, что мир есть, это сумма входящих в него объектов, да. Получается, что как бы сознание вне мира. И для того, чтобы вот, собственно, в этом понимании того, что сознание как бы видится вне мира, да, и вот существует некая внешняя позиция, это абсолютная позиция, с которой исследуются отношения субъекта и объекта, да, вот эта этап, внешняя позиция, называется, собственно, трансцендентальная постановка вопроса, трансцендентальная позиция. Вот Гегель делает ее иммунентной в том смысле, что он рассматривает некое сознание, да, внутри которого сознание различается, сознание и предмет. И в данном случае сама вот эта трансцендентальная или абсолютная позиция, она вписана внутрь, внутрь этого развлечения, как... как некая рефлетивная позиция, да, то, что раньше называлось трансцендентальным в терминах Гегеля, стало называться рефлетивным. И вот мы хотели бы теперь развивать интуицию Гегеля в ту сторону, что перейти от трансцендентальной философии к некой иммунентной философии, но сделать это не так, как это сделал Гегель, потому что у Гегеля в итоге феноменология духа, ну, то, что я назвал здесь феноменологией сознания, чтобы было просто понятно, что на самом деле феноменология духа Гегеля есть то, что мы называем феноменологией сознания, да, только у него феноменология сознания в итоге она выразилась в некую науку логики, да, а нам хотелось бы остаться в пределах сознания и развивать некую науку сознания. Разница между наукой логики и наукой сознания проходит по линии различения сознания и мышления, потому что логика связана с мышлением, и, собственно, у логики есть предельное выражение сущности мышления. А вот этот переход от феноменологии сознания к логике, собственно, у Гегеля есть то, что требуется понять, и понять, почему Гегель делает такой переход, насколько этот переход является обоснованным, насколько этот переход является оправданным. Кстати, добавляя к этому различению возможности философии, интересно сравнить некие терминологии. Мы о философии, начиная с того момента, как произведения Аристотеля разбили на физику, и то, что после физики, на метафизику, слово «метафизика» приобрела некоторый смысл. То есть, бессмысленное, точнее, некое искусственное сочетание, то, что после физики, как буквально переводится, метафизика из греческого. Теперь можно понять и осмыслить в некотором вполне приемлемой возможности. Получается, что все частные науки, частные науки занимаются тем, что раньше называлось физикой. Можно здесь поставить некую аналогию. Это как бы относится к физике. А то, что тогда метафизика, то, что остается после частных наук, а что разбирает у нас частные науки? И у нас разбирает то, что связано с объектами. Есть некие объекты, и всеми этими объектами занимаются частные науки. Поэтому, если вдруг однажды какая-нибудь новомодная философия находит в себе в мире некие объекты и его изучает, то она просто становится частной дисциплиной. И пристает носить название философии. Даже если рассматривать этот вопрос с позиции того, как понимается телеметафизика. Собственно, то, что после физики, метафизика, она должна заниматься тем, что не относится к объектам. А что у нас не относится к объектам? Ну, как мы уже говорили, это субъект. И вот бытие. С бытием связана онтология, а с субъектом связана некая трансцендентальная философия. Ну, это для того, чтобы еще раз просто в других терминах пояснить некий наш итог. Чтобы мы понимали, на самом деле, на что нам рассчитывать. Что, собственно, в философии, какие проблемы остались. Ну, поскольку трансцендентальная философия, как я уже объяснял, имеет некие, ну, большие проблемы, скажем так, да, и приводит к некому тупику. И вот последним таким тупиком менялась филоменология Гусерля, его попытка построить трансцендентальную философию. Мне кажется, что имеет... Мне кажется, что более... более интересным будет развивать философию в сторону, как бы, возможности рассматривать проблему субъектности, да. Собственно, субъектность, она, как бы, остается, но она просто изменяет свой смысл. Да, вот мы проблему субъектности рассматриваем в терминах сознаниях. Но здесь возникает проблема. Проблема связана здесь с тем, что само сознание является некоторым объектом, да, исследованием какой-нибудь науки. Вся, в частности, психологией, психологией, ну, там, физиологией и прочих. Само сознание есть некий объект или феномен, правильно? Мы не могли такое сказать о субъекте, поскольку, собственно, субъект заявлялся как нечто противостоящее объекту, да, как нечто, как бы, находящееся вне объекта, как нечто необъектное по существу, по своему смыслу, по смыслу своего видения. А сознание является, вроде как, чем-то объектным, является неким феноменом. И у нас, получается, возникает некая дилемма, да. У нас получается, что, поскольку сознание является феноменом, то существует некая феноменология сознания, и эта феноменология на самом деле занимается некоторые частные науки, типа психологии, физиологии и прочее. И эта феноменология сознания именно связана с опытом. И этот опыт, он на самом деле един, как и для всех наук, и, собственно, един, и представляет тем же самым, как для частных наук, так и для философии. И возникает некая вторая возможность, которую не видно с позиции этой феноменологии сознания, это возможность того, что мы называли наукой сознания. Проблема возникает, когда из феноменологии сознания частные науки выстраивают некую теорию сознания. Если они выстраивают некую теорию сознания, то какое соотношение между наукой сознания и теорией сознания? Соотношения между ними действительно как бы нетривиальны. Дело в том, что и теория сознания, и наука сознания являются некими теоретическими дисциплинами, некими чистыми дисциплинами, в которых выстраивается, конструируется нечто же, то, что мы называем теорией. Но теория сознания рассматривает сознание как некий феномен, некая реальность, да, и пытается ее описать. Описать, но описать просто на более высоком уровне обобщения. А наука сознания, она на самом деле действительно опирается на феноменологии сознания, в каком-то смысле даже использует то, что наработано теоретически в частных науках, но ее задача стоит в другом. Задача стоит понять сознание как основание, основание всего мира, как субстанцию. Собственно, такая задача поставлена феноменологией Духа и Гегеля. И грань здесь, на самом деле, достаточно тонкая. Когда мы занимаемся сознанием, непонятно, занимаемся ли мы некой частной наукой, когда изучаем феномен, который изучает феномен сознания, или мы занимаемся, собственно, некой чистой дисциплиной, который занимается основаниями всего. То есть, основаниями мира, основаниями знания, познания, основаниями понимания и прочего. То есть, когда мы занимаемся сознанием как неким основанием всего, как сознанием, как некой субстанции. И для того, чтобы перейти к обсуждению науки сознания в том виде, как она выстраивает феноменологию Духа и Гегеля, необходимо еще некие слова сказать по поводу того, что такое теоретическое. Вот здесь возникла коллизия между теорией сознания и наукой сознания. И вот надо необходимо теперь понять, в чем состоит эта коллизия изнутри. Дело в том, что мы говорили о том, что классической философии развлечения явления и сущности проходит по линии развлечения способностей. Но поскольку классической философией, собственно, основным объектом исследования является субъект с его способностями, то все как бы разбивает, весь мир разбивается по линии развлечения способностей. И все существенные различия связаны с существенным развлечением способностей. Но каждая способность... В чем здесь проблема? Каждая способность работает независимо от других способностей, потому что каждая способность и соответствует свой предмет. Мы говорили о том, что способность можно рассматривать как некоторый самостоятельный субъект. Точнее, надо говорить о том, что у каждой способности как у некого способа отношения к миру, как у некого способа взятия мира в некотором отношении, то есть в некотором аспекте, существует своя отдельная причина. И вот эту причину можно назвать субъектом. Собственно, это и есть определение субъекта, субъект есть причина активности, которая проявляется в субъектах для этого отношения. Так вот, явление сущности в классической философии, это различие проходит по линии различения способностей, то есть восприятия и мышления. Но в прошлый раз мы говорили о том, что правильное понимание феномена должно быть феноменологическим, не феноменальным, а феноменологическим. То есть феномен должен быть выстраиваемым в некой структуре, по крайней мере, дойственной. Он является неким целым, состоящим из переднего поля, поле воспринимаемого, и заднего поля, поле мысленного. Поле воспринимаемого – это то, как феноменом является восприятие, и, собственно, это и есть то, что воспринимается. А мыслимое, оно связано с тем, что, на самом деле, для того, чтобы феномен был схвачен в своей полноте, необходимо дополнить его тем, что не присутствует восприятие. В восприятии не присутствуют некие связи, некие отношения, некие смыслы, которые непосредственно необходимы для того, чтобы феномен мог быть завершен, чтобы феномен состоялся как нечто целое. И вот эти смыслы, вот эти отношения и связи, они фиксируются в мышлении. То есть, то мышление, о котором здесь идет речь, которое фиксирует феномен, это есть некий способ, это способ как бы маркировки, маркировки, фиксации мыслимых аспектов реальности. под которыми являются связи, отношения и прочее. Иначе говоря, феномен всегда должен иметь такую двойственную структуру. Мы говорили о том, что как раз такое понимание феномена, оно соответствует тому, что можно было бы взять в качестве элемента бессубъектной онтологии. Бессубъектной онтологии всякий феномен должен быть, собственно, таким. И мы наблюдаем в частных науках, что действительно там опыт понимается как нечто теоретически нагруженное, и, собственно, действительно феномен в науках имеет вот именно такое понимание. И это понимание отличается от того, как феномен понимается в классике. Что здесь важно? Если теперь мы рассмотрим, собственно, классическую схему того, как происходит познавание. Вот у нас есть такая граница воспринимаемого, и мы говорили о том, что субъект, имеющий некое субъективное мышление, вот МС – это субъективное мышление, он изучает воспринимаемое и как бы проектирует некоторые свои мысли в качестве того, что представляет собой сущность и истину этого воспринимаемого. То есть сущность и истина воспринимаемого оно лежит в области, ну, принято рисовать как бы в области потустороннем, потому что она ведь относится к сущности и истине самого мира, да? Это же не некий произвол того, что субъект может придумать, да? Это не некие выдумки, да? Это способ таким вот как наука, да? Она изучает мир, и она в этом мире находит нечто, что соответствует тому, что мы берем с помощью мышления, да? Вот некие аспекты, отношения, некоторые сохраняющиеся реальности, да, которые мы можем вот фиксировать с помощью мышления, маркировать с помощью мышления. И так этим занимается любая наука. И вот это вот мышление является вот объективным мышлением. И вот проблема, которая возникает в связи с такой схемой, это вот схема классической, она связана с тем, каким образом субъективное мышление может достигнуть объективного мышления. У Канта эта проблема так не ставится. У Канта получается, что субъективное и объективное мышление, оно просто одно и то же, да? У Канта получается, что субъективное мышление есть не что иное, как объективное мышление, все понятия являются априорными, и тут никакой проблемы нет, да? Это проекция нашего мышления В реальность есть на самом деле Ничто иное, как наш способ Каким мы относимся к миру Каким мы этот мир постигаем В некоторых субъективных формах Чувства и мышления Но эта проблема есть уже у Гегеля Это вот Кант У Гегеля эта проблема стоит настоятельно Потому что у Гегеля как раз Мышление объективное и мышление субъективное Различается То есть мышление субъективное Не равно мышлению объективному У Гегеля В каком смысле? Он имеет в виду на самом деле Что Наше мышление, оно может быть еще В некотором отношении произвольным Оно является мышлением Являющимся А мышление объективное является мышлением абсолютным И тем не менее Мышление субъективное, оно должно восходить К этому объективному мышлению Как вот к абсолютному мышлению Вот это вот восхождение Есть некоторый способ Каким субъективное мышление Снимает свою субъективность И становится объективным Но это восхождение Оно не осуществляется сразу Как у Канта У Канта Как бы Здесь как бы и проблем Никакой нет А у Гегеля Проблема возникает Каким образом Субъективное мышление Все-таки достигает Сущность истины Самого мира И собственно претензия Гегеля к Канту И составила в том Что Кант как бы не ставил вопрос О том Является ли наше познание Истинным или не У Канта как бы получалось Что оно всегда субъективное И собственно этот вопрос И поставить-то нельзя Ну теперь если мы Вот в этой схеме Поставим в качестве феномена Нашу двухслойную структуру Если мы рассмотрим Будем понимать Что феномен на самом деле Есть нечто двуслойное То это означает Что вот эти две сферы А именно объективное мышление И восприятие Они как бы у нас Склеятся в нечто одно То что мы называем феноменом Теперь То есть феномен понятый Не феноменально Не как явление Как имеет место Классическая философия А феномен понятый Феноменологически Так как требует Того сам феномен Ведь мы же должны Исходить из самих вещей Мы должны исходить Из самого феномена И постигать то Как он сам по себе есть Так вот он сам по себе есть Двуслойная эта структура Здесь мышление Если это так То теперь у нас получается Наша картинка Будет выглядеть следующим образом Вот есть субъект С его Субъективным мышлением Да И он Как бы Постигает На самом деле Конечно же В восприятии Он видит Воспринимающую часть мирового мышления С помощью мышления Он видит Вот ту часть Которая относится К объективному мышлению Но тем не менее Вот эта вот позиция Позиция произвольности Да Вот позиция Приспроектированного мышления Она остается И вот она Здесь тоже должна присутствовать И эта позиция Будет вот это вот Наше Субъективное мышление Иначе говоря Вот этот вот Феномен Иначе говоря Наша картинка Которую мы только что обсуждали Она вот Вырисовалась В том Правильном свете Как она должна рассматриваться Иначе говоря Действительно Получается так Что есть некое Объективное мышление Это объективное мышление Оно связано с тем Как существует феномен И мы должны к нему восходить Да Собственно С этим объективным мышлением Как раз и связана Сущность Сущность и истина Но существует Также возможность Не увидеть эту сущность и истину Или как бы Остаться При субъективном мышлении И как это Возможность Осуществляется Это возможность Осуществляется Тем способом Что существует мнение Помимо объективного мышления существует мнение. Причем эти мнения существуют на любом уровне. На любом уровне, даже на уровне в самом высоком чистое знание, существуют различного рода теории. Различные теории одного и того же объекта, одного и того же феномена. Ну и, допустим, если мы речь ведем о философии, то есть различные философские концепции. И это на самом деле неизбежность того, что существует вот это вот субъективное мышление. Потому что субъективное мышление может в качестве подставлять в качестве того, что называется объективным мышлением, то, что является смыслом самого феномена, а нечто свое, нечто субъективное. И вопрос когда-то стоит в том, что смыслом самого феномена и занимается объективным мышлением, Собственно занимаются частные науки. По крайней мере в своем проекте это так. Частные науки, они как бы беспристрастны, они опираются на опыт, они строят некую бессубъектную онтологию, типа такой онтологии, которую нам предлагает современная физика. И они собственно претендуют на то, что то мышление, те теории, которые они разрабатывают, они представляют собой сущность самого мира, сущность истинно связана все-таки с философией. Они как бы пытаются строить теории, которые должны нам давать знания самого мира, а не наши какие-то выдумки. Но тем не менее, как я говорил, что субъективное мышление остается. И поэтому вот эта философия, поскольку она не может опираться на опыт, точнее она опирается на этот опыт, но тем не менее не существует возможности различные философские концепции сравнить. И на основе какого-то критерия выбрать из них достойную концепцию, а другую отбросить. В конце концов, получается, что если брать уже философские критерии, которые соответствуют, скажем, принципу логичности, непротиворечивости, и которые не противоречат существующему знанию, да, вот если брать такие философские теории, то среди них уже невозможно сделать выбор, поскольку каждая из них, она будет обоснована внутри самой себя, она будет исходить из некоторых своих посылок и выстраивать некую свою концепцию. И они будут в этом смысле равнозначны. Если это так, если возникает, как бы, если существует понятие мнения, философии, то вот отсюда и вырастает одна из интуиций построения Гегеля. Ведь, собственно, для Гегеля состояние философии, которая представляла собой многообразие мнений, причем эти мнения противоречивали друг другу, представляет собой некий нонсц, да, философия, которая претендует на обоснование всего знания, она должна была бы служить неким примером для наук, примером научности вообще. И тут такой казус, да, что внутри самой философии наблюдается, как бы, вот, противоречие различных философов. Выдвинули свои концепции, да, в качестве истины, и эти концепции друг другу противоречат. И, собственно, задача Гегеля, как системы созидателя, было справиться с этой проблемой. И вот он должен был с этой проблемой справиться. Собственно, ту систему, которую строит Гегель, и вообще, почему он именно строит систему, потому что только система могла в его понимании справиться с проблемой противоречия внутри философии. То есть, если есть мнение, то философия вырастает в некую противоречивую дисциплину, если брать философию как вот некий целый конгломерат концепции противоречивую дисциплину, да, и такая дисциплина противоречивая, она не может претендовать на то, чтобы быть основанием всех наук. Любопытно заметить, что эта схема дает нам возможность понять некоторые аспекты философии Гегеля, да. Ведь Гегель говорит о том, что неправильно понимать мир как мир вещей, да, что мир на самом деле должен истолковываться и с присутствием, а истолковываться и с присутствием он должен как мир подручных сущих. И не получается ли так на самом деле, что истолкование мира как мира подручных сущих, оно относится вот к этому мышлению, к субъективному, да, миру подручных. Потому что наука не понимает мир так. Наука понимает мир исходя вот из этого мышления, да, объективного. И это мышление, оно не является вот в этом смысле субъективным. Наука рассматривает мир как если бы субъекта не было. Да, ну естественно, конечно, субъект, невозможно субъекта совершенно элиминировать, да. Некоторые остатки субъекта мы наблюдаем в виде системы отчета, там, часов и всякого рода измерителей, да, измерительных приборов мы наблюдаем в физике, да. То есть субъект, он присутствует. Он присутствует в таком редуцированном виде. И тем не менее, как бы, все-таки физика пытается... Мы берем физику, потому как одну из ведущих наук, да, все-таки пытается рассуждать о том, как устроен мир сам по себе. И Пачихайди, говорит, сетует на это и говорит о том, что это истолкование мира, оно на самом деле является неподлинным, да. Подлинным, как бы, состолкованием мира является тот способ, каким мир рассматривается с позиции присутствия. То есть как мир подручен, да, как мир, который начинается в способностях доза, да, и заканчивается в нем, да. Как бы весь мир отсылает, весь мир, как бы, организован в некую целостность, и весь мир отсылает, как бы, к нашей возможности что-либо с ним делать, да. Так вот, если исходить от этой схемы, не получается ли так, что на самом деле Хайдингер просто осуществляет одну из субъективных возможностей, так, истолкования мира? Вот, кроме того, можно мир также истолковать еще и по-другому. И, собственно, допустим, Хнитша, опять же, истолковывает, или Шоппингау, да, истолковывает мир как некую волю, да, волю, там, жизни, либо волю к власти. И, опять же, это воля к жизни или воля к власти, она вот находится здесь, да. Вот это вот потустороннее, да, вот оно всегда есть потустороннее. Как бы мы феномен не изучали, у нас всегда есть такая свобода в область потустороннего вставить вот некое наше понимание феномена. Несмотря на то, что вот как бы вот есть смысл самого феномена, да, то, как феномен сам себя раскрывает в своем явлении. Тем не менее, есть еще и способ, каким мы его можем взять, исходя из нашего контекста. Вот есть наш контекст мышления, и мы его, собственно, проектируем, его, как будто, как если бы мир был такой, да. И вот это вот хайдегирское столкование мира как подручных, опять же, там, нишанское, или там шпингаруское столкование мира как волю, да, мир как воля. Все вот эти возможности, ну и какие-то другие, наверное, здесь возможности существуют, да. Все эти возможности исходят из того, что вот всегда существуют возможности с некой субъективным мышлением. Субъективное не в смысле ошибочности или, там, произвола, да, а субъективное в смысле того, что некоторые частные способи видения, да, частные в смысле единичного субъекта. Какой-то единичный субъект, отдельный философ, он видит мир в некотором своем аспекте, выстраивает некую свою антологию, да. Это когда, когда рассматриваем место объективного мышления, вот это вот наше субъективное мышление. А вот наука, она все-таки пытается этого субъективного мышления эллиминировать и достигнуть объективного мышления. И этим занимается как раз наука. Получается, проблема теоретического, да, как мы ее поставили, она состоит в том, что теоретическое не лежит в области субъективного мышления. А теоретическое представляет собой некоторые движения, если так можно сказать, субъективного мышления. к мышлению объективного. Но это движение, оно является скорее некоторым путем исследования мира с помощью проб и ошибок. То есть выстраиваются некого рода теории, и потом на основе этих теорий мы пытаемся проверить, соответствуют ли эти теории тому, как феномен существует сам по себе, как он раскрывается нам в неком своем показывании, в неком своем выступании. Но вот это движение, связанное с субъективным мышлением, оно как бы важно, это неизбежный этап, это всякого рода мышления. И вот в философии такое субъективное мышление проявляется в том, что возникает очень много концепций философии. Философия должна справиться с таким состоянием своей дисциплины, в которой существует много концепций. И эти концепции, хуже того, еще и противающие друг другу. И, собственно, такое положение философии являлось неприемлемым, и Гегель решил эту проблему, первый увидел эту проблему, поставил ее на повестку дня, и пытался ее разрешить с помощью построения системы. Именно в этом смысл того, что Гегель говорит о том, что философия должна быть выстроена как некая философская система. Давайте перейдем к тому, к главной части сегодняшнего сообщения, которое связано с философией Гегеля. И, собственно, все остальное была некая подготовка к тому, чтобы попытаться войти в понимание вот такой дисциплины, как феноменология сознания, то, что у Гегеля называется феноменология духа. И мы будем как бы основываться на самом трактате феноменологии духа и анализировать его, исходя из некоторого понимания, почему Гегель, как Гегель, точнее, выстраивает движение философской мысли, и почему это движение именно у Гегеля выстраивается как система. Ну, первым необходимостью, почему философия должна быть выстроена как система, как я уже говорил, это существование противоречивых концепций философии. На самом деле, эта проблема сложная, поскольку у Пупа это получалось так, что каждая философия претендует на истинность собственной концепции и отрицает концепцию другую. Тем не менее, и другая концепция является не менее обоснованной, чем первая, часто не менее обоснованной, чем первая, поскольку в философии не существует такой вещи, как объективный опыт, независимо от субъективного произвола, независимо от субъективного выбора исходных предпосылок. И поэтому получается, что различные концепции в этом отношении являются равноправными, и выбор между этими концепциями представляет собой сложное, но представляет собой субъективный произвол. Не существует никакого объективного критерия, по которому мы могли бы выбрать из многообразного концепции какую-то одну. И единственным выходом из этой ситуации является, когда мы берем все многообразие концепции, то есть мы берем сумму концепции, и объединяем ее в одну. То есть другого способа справиться с проблемой, связанной с противоречивостью различных концепций друг к другу, с тем состоянием философии, которое находит Гегель в свое время, другой возможности не видится, другой возможности нет. Единственная возможность выстроить все это в некую систему. Вот эта концепция одна, это является системой. И первую такую систему строит Гегель. Второе необходимое и важное замещение, почему Гегель все-таки выстраивает систему, она связана с тем, что что философия должна представлять собой некое целое. А всякое целое, оно должно выстраиваться исходя из некого единого принципа. Единый принцип. То есть целое является, только тогда является целым, если внутри этого целого присутствует некий единый принцип, который, собственно, организует все целое как одно. И этим единым организующим принципом философии должно было бы выступить некая идея. И вот эта идея, она должна была бы высветиться во всех понятиях, и все эти понятия связать в некую, в одно целое. Вот как бы вот сетка понятий, она должна была... Сетка понятий только тогда имеет осмысленность, и понятия перестают иметь значение вот таких плавающих смыслов, да, когда не ясно, в чем состоят границы, в чем состоят определения тех или иных понятий, да. Для того, чтобы вот эта сетка, она имела некую четкость, да, некую как бы определенность, некую строгость. Необходимо, чтобы она была единой, да, выстроена в едином, исходя из единого принципа. И вот необходимость такого выстраивания всей системы понятий из единого принципа также как бы указывала на то, что это возможно только сделать, если вот существует некая система философии. Иначе говоря, вот существовала и некая историческая причина того, почему надо было выстраивать систему, ну и как бы внутренняя причина, которая указывала на то, что вот, ну, можно было бы еще сказать так, что мир представляет собой некое единство, да, и это единство должно выразиться некой единой философией. А почему мир представляет собой единство? Потому что как бы и существует абсолют, да, и абсолют, собственно, создал этот мир, он и является теми единым принципом, да, согласно которому этот мир сотворен. Он, собственно, как бы абсолют и кладет основание единства этого мира. И, собственно, мир представляет собой единство в силу того, что он является творением некого единого творца. Но тут еще важно заметить, что когда Лигель объединяет различные концепции в одну концепцию, он имеет в виду, вот мы говорили, о различии субъективного мышления, объективного мышления, мы говорили о том, что вот некоторое субъективное мышление, оно должно восходить к объективному мышлению, да, то есть к абсолютному мышлению. Вот это вот восхождение понимается Гегелями иерархическим способом. Тем способом, что что оно не является линейным, да, оно является как бы совокупностью многообразных целых. Для того, чтобы это показать, вот мы говорим о том, что субъективное мышление, да, что такое субъективное мышление? Это мышление единичного субъекта, да. Оно восходит к некому объективному мышлению, но по некоторому, которое есть абсолютное мышление. Но это восхождение, оно не является линейным, да, оно является на самом деле неким иерархическим движением, да, в котором на каждом этапе мы имеем некое целое. Вот есть одно целое, да, и потом возникает переход к другому целому, да, переход к другому целому, целое одно, целое другое, второе, и так далее, и, собственно, последним каким-то целым является абсолютное мышление, ну, то, что абсолютная идея. Ну, я здесь нарисовал внешним образом это восхождение. На самом деле, это восхождение является не связью внешних целых, да, о некотором внутреннем, внутреннем понимании, внутреннем соотношении целого с самим собой. И для того, чтобы это понять, собственно, и надо изучить, что представляет собой феноменология духа. Вот мы говорили о том, что Гегель субъект объектного отношения переходит от теременов субъекта к теременов сознания, и это означает, на самом деле, что он рассматривает сознание как некую субстанцию, вот это сознание, сфера сознания. И вот в этом сознании есть отдельные моменты, да, и это отдельные моменты представляют собой некоторую конкретную форму сознания, вот это сфера сознания как субстанция, да, субстанция, а это некоторая конкретная форма сознания, форма. И эта конкретная форма сознания, она в частных формах отличает, сознание отличает себя от предмета. В других формах, да, более высоких, на самом деле это различие, предметы и сознание, оно будет потом снято, собственно, как бы, и, собственно, движение состоит в том, что вот эта вот частная форма сознания, и начинается эта частная форма с единичного сознания, оно восходит к сознанию в смысле субстанции, да, а вот субстанцией как бы это и есть некая абсолютная форма сознания, то есть то, что Гегель называет абсолютный дух. Как раз термин дух – это термин, связанный с сознанием, да, и нам об этом будет важно, на самом деле, различить термины, связанные с мыслением, термины, связанные с сознанием. И, собственно, вот это вот движение от одного целого к другому, да, и к абсолютной идее, оно, на самом деле, развивается внутри вот этой субстанции. То есть дело происходит и так, что переходит от одного к другому, извиня, а дело происходит так, что внутри вот этой субстанции происходит некоторое движение, да, где постоянно снимается некое различие, как бы, и возникает новая форма существования сознания. Ну, давайте этот вопрос рассмотрим подробно, начиная от чувственной достоверности. Вот у нас, давайте для примера возьмем чувственную достоверность для того, чтобы продемонстрировать, как развивается логика Гигеля. Чувственная достоверность. Чувственная достоверность – это первая глава «Феноменологии Духа». Первой формой сознания является чувственное сознание, да, то, что Гигель называет «этот». «Этот» чувственное сознание на самом деле отличает себя от «это», то, что является его предметом. И, собственно, это различие Гигеля характеризует в терминах «знает», да, «этот» знает «это». Причем это различие только на первый вид представляет собой простой субъект объектное различие. На самом деле все это происходит в некой субстанции сознания. И внутрь этой субстанции входит некая рефлектирующая позиция, которая, или, как Гигель говорит, научная позиция, позиция «мы». Для того, чтобы правильно понимать «Феноменологию Духа», необходимо вот понимать всю феноменологию самого исследования Гигеля. Гигель, как настоящий философ, везде указывает способы доступа к тому, что излагается. Философ должен оставить способ, каким мы, философствующие, должны войти в его исследование и увидеть то, что нам предлагается. Вот этот способ, каким философия Гигеля внутрь самой системы инкорпорирована, способ доступа к собственным содержаниям, это вот есть позиция «мы». Феноменология Духа – это позиция, она либо звучит как «мы», либо звучит как «для нас». Можно было бы написать это как «для нас». Вот есть нечто как бы для сознания. Скажем так, правильно говорить так, есть нечто сознанию, это дательный падеж, да? А у Гигеля это выглядит видительно им, ему, да? Есть нечто для сознания. Для сознания это фюр, бьюссай. И существует существенное различие между тому, что существует ему, и того, что существует для него. Выглядит это следующим образом. Вот сознание, да? Оно знает предмет. Причем это знание, предмет, нельзя понимать как в смысле субъекта объектного различия. Сейчас я объясню почему. Предмет. Ну, на самом деле, как бы, сознание обладает возможностью рефлексии, и потому оно также знает свое знание. Да? Получается, что у сознания два предмета. То есть, когда, это первая ситуация, когда сознание знает предмет, а вторая ситуация, когда сознание знает свое знание, повозникает второй предмет, да? Сознание – это второй предмет. Почему это второй предмет? Потому что, когда знание становится предметом сознания, он становится неким точно таким же предметом. Первый предмет, а тут второй предмет. Первый предмет является непосредственным предметом, а второй предмет является, как говорит Гегель, некоторым опытом относительно первого. Причем я ничего не придумываю Это введение в феноменологию духа Гегель излагает просто так Как я сейчас рассказываю Вот этот второй предмет Или предмет рефлексии Который возникает, когда сознание Рефлектирует свое знание о предмете Он является, как показывает Гегель Предметом следующей формы сознания И он в следующей форме сознания Уже уступает непосредственно предмету То есть у Гегеля есть такое движение Когда происходит переход от первого предмета Сознание знает первый предмет Но в результате рефлексии Возникает ситуация, когда сознание знает уже второй предмет И второй предмет является рефлексией относительно первого Это как бы рефлектированный предмет Для Гегеля здесь важно установить связь Между этими двумя предметами Между этими двумя предметами существует связь только для нас Поскольку, как говорит Гегель Сознание, которое находится в некоторой форме Оно охвачено самим опытом Да и оно не знает Оно не может выйти за пределы этого опыта И не может знать этот второй предмет То есть оно на самом деле на опыте Конечно же может устанавливать Иначе говоря, только свое знание о первом предмете И пытается это знание сделать соответствующим самому предмету А в движении, которое осуществляет феминология духа На самом деле Вопрос стоит о том, чтобы Достигнут некого состояния В котором Знание будет соответствовать предмету Понятие будет соответствовать достоверности Потому что предмет, когда он дан непосредственно Это называется достоверностью А знание об этой достоверности Это вопрос, связанный с истиной И вот истина состоит в том Соответствует ли знание Самое достоверность Или не соответствует И вот Собственно В абсолютном знании И будет достигнутся тот результат При котором Знание и предмет То есть понятие И предмет Они совпадут И вот это различие, которое здесь обнаруживается Первоначально В таком простом различении Это и это Оно будет снято То есть это различие постоянно будет возникать По ходу движения И на самом деле Как бы Задача и состоит в том Чтобы это различие снять Чтобы дойти до понимания субстанции Которая является чем-то единым Собственно Как бы Вот это Все это движение Осуществляет сама субстанция То есть сама субстанция Внутри себя Нечто различает А потом Как бы Это различие снимает И она И вообще говоря Все движение Которое здесь начинается Вот с простого Этот Оно С простого Чувственного Единичного сознания Оно движется К некому Всеобщему И далее К абсолютному сознанию Именно Для того Чтобы Субстанция По стиклу Познала Само себя Но это общие слова На самом деле Эти общие слова Можно сколько угодно Произносить На самом деле В них есть какой-то смысл Но для того Чтобы Эти общие слова Из них Как бы Взять их Для того Чтобы их понять Для того Чтобы вступить В понимание Философии Гекеля Нужно на самом деле Рассмотреть Сам механизм Механизм того Как мы Собственно Двигаемся О чем идет речь Речь идет о том Что есть Первоначально Некое многообразие И это многообразие Топ Многообразие Которое нам Дано в восприятии Точнее Точнее даже Сначала В чувстве А потом В восприятии Вот этого Многообразия Надо перейти К некому единству Да Вести в его единство Это движение От многообразия Чувства И восприятия Есть не что иное Как и движение Абстрагирования Да Абстрагирование Движение Связано с мышлением Ибо на самом деле Многообразное Берется Как нечто единое С позиции Некоторых идей Некоторого понятия Поэтому Как собственно Движется И Гегель Вот это вот Понимание Снятия Многообразного С позиции Логического Логической Всеобщности Мышления Накладывает На движение Связи Различных Форм Существования Сознания Иначе говоря Вот смотрите У нас получается Что Субстанция Является Сознанием И Движение Многообразных Форм Да Я их нарисую Сейчас внешним образом Форма 1 Форма 2 Все это Форма сознания Ну это Чувственная достоверность Скажем Это восприятие Дальше Форма 3 Это Рассудок Дальше Форма 4 Это Самосознание Там Разум И прочее Да Переход От одной Формы Сознания К другому Каждая Из этих Форм Сознания Является Неким Полным Опытом Законченным Завершенным Опытом Который Существует Внутри Себя В виде Завершенной Некой Как Предполагается Философии Да